Всем привет! Сейчас я вам расскажу очень, очень неприятный факт о российских выборах. Вот представьте себе ситуацию. Вы приходите в магазин что-то купить, ну, например, пирожок. У вас в кармане честно заработанные деньги, вы готовы их потратить, вам хочется перекусить. Но в магазине прилавок пустой, там лежит один единственный, очень дорогой пирожок. И не с мясом или капустой, как вам хочется, а с тухлой рыбой. И он такой черствый и заплесневелый, и пахнет от него жутко. Вы отказываетесь, говорите спасибо, не надо, я чего-то перехотел. Но с вас все равно берут деньги, насильно всучивают то, чего вы не хотите, и говорят ешьте. Чего вам не нравится? Ешьте давайте. Вот так же примерно и с выборами по спискам. Через полторы недели, 17, 18 и 19 сентября, когда вы пойдете на выборы, вам дадут два бюллетеня. В одном будут фамилии кандидатов, конкретные люди от конкретных партий. А второй бюллетень, он списочный, там голосуют за партии. Вы-то, дорогие зрители, прекрасно знаете, что голосовать надо за любую крупную партию, кроме Единой России. Но Единая Россия на то и насиловала 20 лет всю избирательную систему, чтобы по этим спискам себе обеспечить гарантированные места. Ищут поедут, знаешь, критики. О, брат, это жулики. Депутатов, которые окажутся в Госдуме, несмотря ни на что. И не потому, что они нравятся избирателям, а потому, что они нравятся Путину, Володину, Кириенко и другим проворовавшимся дядечкам, которые решили, что знают лучше, как нам жить. И чем выше место в таком списке, тем ценнее и нужнее для них этот единоросс. Первое-второе место, считай, гарантированно человек попадет в Госдуму. Абсолютно безотносительно того, хороший ли он политик, популярен ли он в регионе, знает ли кто-то его. Это вообще не важно. Прямо как с тухлым пирожком. Вам просто вручат этого депутата, которого вы не просили, и скажут, а все. Плати ему 5 лет по полмиллиона в месяц зарплаты, а еще оплачивай ему водителя, помощников, перелеты, командировки. И не забудь подкинуть деньжат на служебную квартиру. А потом, когда депутат выйдет на пенсию, будь добр, доплачивай ему еще по 50 тысяч рублей к обычной пенсии. Надбавка за труды. И вы можете сколько угодно говорить, не хочу, не буду, мне вообще все равно на ваши выборы, я вне политики. А Единая Россия вам скажет, нет, Путин сказал, плати, значит, плати. Нужно платить всем. Стоит ли говорить, что по такой списочной системе Единая Россия подбрасывает нам откровенный мусор. Каких-то своих партийных жуликов, абсолютно неизбираемых иначе людей. Но иногда это такой мусор, что ему даже стоит посвятить отдельный ролик. Но не волнуйтесь, не все еще потеряно. Да, Единая Россия научилась подкладывать нам такую свинью. Но мы-то тоже можем ответить и очень эффективно им отомстить. Об этом я расскажу в конце. А пока удивительная история одной из самых мерзких будущих депутаток, которая очень скоро окажется в Госдуме. И я уверена, войдет ее историю наравне с хорошо знакомыми нам лицами воров и предателей. Мария Бутина. Ведьма, которую мы будем сжечь. Женщина, которая вот-вот перейдет из категории содержанок пожилых американских мужчин в категорию наших с вами содержанок. Она занимает второе место в региональном списке Единой России по Кировской области. И, учитывая, что на первом месте губернатор, а он откажется от своего мандата, в Госдуму Мария точно пройдет. За что ей такие почести? Неужели за нелепые приключения в США, где она занималась так и непонятно чем? То ли шпионажем, то ли эскортом, то ли политикой. Может быть, за полтора года в американской тюрьме? Сомневаюсь. Российской стороне было настолько все равно, что там с ней происходит, что они даже адвокатов ей не оплатили и срок не сумели сократить ни на день. Бутина буквально прямо из тюрьмы умоляла хоть кого-нибудь послать ей немного денег, кто сколько может, потому что ей буквально не на что жить. Если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, любая сумма играет большую роль. Может быть, Мария дарит депутатское кресло за ее усердный труд на телеканале Russia Today или бесконечные рассказы, что в Америке все ужасно? США – тоталитарное государство. США – тоталитарное государство. Да, безусловно. Теплее, но нет. Марию вознаградили за другое. За то, что весной этого года она, прикрываясь правозащитной корочкой, ворвалась в колонию к голодающему Навальному и сделала там самую позорную вещь в своей жизни. Врала, орала и истерила на камеру в попытке доказать, что Навальный не болеет, не голодает, что он вообще не в тюрьме, а в санатории. Для гостей Марии Бутина и Кирилла Вышинского небольшая экскурсия по ИК-2. После ужина арестанты идут на отдых. Внутри все с максимальным комфортом. Ни в какое сравнение с американскими условиями это не идет. В Америке намного действительно хуже условия. Во время своего визита в колонию номер 2 член общественной палаты Мария Бутина изъявила желание встретиться и поговорить с осужденным Алексеем Навальным. Не сложилось впечатление, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна помощь врача. У него не вызвало затруднений стоять на двух ногах. У него в этот момент не болела спина. С опалоумившим лицом она кричала на Навального про правила уборки. А кто тогда здесь будет убирать? Вы прекрасно знаете, если вы не убираете это помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что это нагрузка ложится на других людей. Вы устраиваете пиар-шоу, никто не убирает за вас. Вы же не убираетесь. Значит, за вас убирают ваши. Вы с чего это взяли? Апеллировала к тому, что в селе Косиха Алтайского края живут хуже, чем в исправительной колонии. Нашла, чем гордиться. Это лучше, чем в гостинице в селе Косиха Алтайского края. Да что бы там выросло. Ну и, конечно же, нахваливала Покровскую колонию Владимирской области, где все так хорошо и прекрасно. В отличие от Америки. Мария, скажи, как в американской тюрьме, как кормили? Ну, как бы там суток, естественно, вот так вот столько всего тебе не дадут, тем более здорового питания, нормального. В Америке намного хуже, чем здесь. Она не сказала ни слова про пытки, про издевательство, про отказ оказывать Навальному, только что пережившему отравление химическим оружием, квалифицированную медицинскую помощь. Всячески пытается привлечь внимание, ну и более того, на голодающего человека он тоже совершенно не похож. Некоторые заключенные даже говорят, что он вполне нормально потребляет печеньки. Она, кстати, там была в те самые дни, когда к Навальному не пускали врачей, а ее пустили. И вместе с ней целую съемочную группу. Все это смонтировали вот в такой большой сюжет под названием «Капризный пациент», чтобы вся страна узнала, как она классно разоблачила Навального. Это вот это пыточное исправительное учреждение? Безусловно, да. Вот это пытка? Безусловно, это пыточное исправительное учреждение. Вы сейчас в своем уме? Значит, вы можете убирать. Что я, естественно, как любой нормальный человек, свое спальное место убираю. Понимаете, в своей речи он постоянно врал. Тогда, в апреле, я много раз пересматривала этот репортаж и думала, зачем? Что же ты, дура, делаешь? И не только по отношению к Навальному или к зрителям этого лживого сюжета, но и со своей собственной жизнью. Ты же сидела сама, пусть в американской тюрьме, но сидела. Ты же знаешь, когда тебя все бросили, Навальный тебя защищал. Все эти Захаровые, все остальные бесконечно кричат. Бутина, Бутина, свобода Бутина. Да дайте ей адвоката тогда. Чего она должна клянчить деньги в интернете? Тебе, в конце концов, всего 32 года. Тебе после Путина жить большую часть жизни. Зачем так позориться? Зачем уничтожать свою репутацию и совесть? Значит, жалобы на отсутствие книг у него, ему никто не запрещал ходить в библиотеку. Пожалуйста, здесь огромнейшая библиотека. Приходи, смотри. А потом все стало ясно. Бутина старалась ради места в Госдуме. А ради теплого денежного местечка, поближе к власти, Мария Бутина всегда была готова на многое. Я уверена, что все жители Кировской области имеют право, и им будет интересно знать, кто на самом деле представляет их интересы в Госдуме. Что это за человек и откуда он взялся? Я расскажу вам ее удивительную историю. И то, что нельзя прочитать в избирательном буклете или предвыборной программе. И мне не понадобятся для этого источники или биографические справки. Все, что нужно знать о Марии Бутиной, можно прочитать в нескольких документах из американского суда и показаниях самой Марии перед Сенатом в США. Бутина родилась в 1988 году в Барнауле. Училась там в школе и в университете, а потом, как полагается, поехала покорять Москву. Хотела торговать мебелью, но ничего не получилось. Заниматься рекламой в соцсетях, но ничего не получилось. Да и вообще, московская карьера не ладилась. Параллельно Мария занималась своим главным увлечением – оружием. Чтобы я оба пистолета видел, право опустить. Отстаиванием права россиян иметь, хранить и применять огнестрельное оружие. Увлечение-то, кстати, никуда не делось. Совсем недавно, уже во время избирательной кампании, Мария призывала оправдать и наградить сотрудника ДПС из Новосибирска, который случайно застрелил 19-летнего парня при задержании. Оружейная тема обеспечила ей первое и самое важное политическое знакомство в жизни с Александром Порфирьевичем Торшиным. Он тогда был сенатором, членом Совета Федерации. Торшин известен в Твиттере как сумасшедший и, судя по всему, сильно пьющий дедушка. Но в прошлом он был связан с российскими ОПГ и даже знаменитым испанским делом – делом об отмывании денег русской мафии в Испании. Мария устроилась к нему помощницей. Ну оружие и оружие, можете сказать вы. Тема в российской повестке максимально неактуальна и политически вообще незначимая. Все так. Но это в России. А вот в США все ровно наоборот. Национальная стрелковая ассоциация в Америке является ведущей политической силой, мощной и очень влиятельной организацией, в которую входят самые известные крупные политики от республиканской партии. И с помощью этой организации, в которую Торщин и Бутина были вхожи, эти двое решили вершить судьбы мира, заниматься международной дипломатией и выстраиванием подпольного, неформального канала связи между Россией, Республиканской партией США и Дональдом Трампом. Несложно догадаться, что международная дипломатия в исполнении полусумасшедшего сенатора и 20-летней барнаульской девочки не закончилась успехом. Не получилось, не фортануло. Точнее, они закончились одним из самых крупных и позорных дипломатических скандалов, а еще и 18 месяцами американской тюрьмы для Бутины. Давайте теперь конкретнее. Чем же занималась наша будущая депутатка от Кировской области? Как она выстраивала дипломатические связи между двумя державами? Ну, во-первых, они с Торщиным ездили на стрелковые конференции в США и привозили руководство Национальной стрелковой ассоциации в Москву. Организовывали встречи с Лавровым, с Рогозиным. Уж не знаю, срослось или нет, в планах был еще и Патрушев, и Песков был. А еще Мария придумывала проекты под названием «Второй Познер». Это тоже все про налаживание каких-то неофициальных связей. Еще она собиралась снимать телешоу о природе с участием Путина. Не сняла, конечно, но 20 тысяч долларов за попытку получила. Еще обещала организовать встречу Путина с главой стрелковой ассоциации, потому что она такая влиятельная. В общем, если подвести итог, она, приезжая в Америку, просто торговала несуществующими связями с Путиным. Пыталась внедриться как-то в американскую политику и стать там неформальным дипломатом. Активность ее сводилась к бесконечному, бесчисленному посещению американских ужинов и светских мероприятий консервативной направленности. Знакомство там с кем-то важным и посещением следующих мероприятий, где опять можно с кем-то познакомиться. И тут мы переходим к теме, которая на первый взгляд может показаться личной, но на самом деле таковой абсолютно не является. Каким образом Марии Бутиной удавалось внедряться во все эти американские политические круги? У нее был для этого специальный человек, который знакомил ее со всеми, буквально приводил за руку. И этот человек, ее бойфренд Пол Эриксон. Их история любви так романтична. На первый взгляд. Эриксон приехал в Москву вместе с Национальной стрелковой ассоциацией. Там встретил Марию, которая этот визит организовала. 25-летняя Бутина сразу же полюбила 52-летнего Эриксона, и у них начался роман. Он под предлогом каких-то рабочих визитов делал ей визы в США, писал за нее письма, переводил на английский, представлял ее всем своим знакомым республиканцам. Чтобы быть поближе к возлюбленному, Мария поступила в американский университет. Он оплатил ей учебу, делал за нее домашнюю работу и вообще полностью содержал. Деньги у него были. Как выяснилось потом, он занимался мошенническими схемами, за что и был тоже осужден. Но погодите, не все так сказочно, как в мультфильме. В материалах дела Бутиной можно прочитать, что ее отношения с Эриксоном ее тяготили. Она жаловалась, регистрировалась в Тиндере, параллельно встречалась с другими мужчинами. По удивительному совпадению тоже пожилыми, но очень влиятельными республиканцами. Так, например, на конференции она познакомилась с американским бизнесменом Патриком Бирном. Бойфренд Эриксон написал за нее имейл с просьбой о личной встрече. Встреча состоялась, и Бутина начала спать с 53-летним Бирном тоже. А он начал нашу Марию содержать, оплачивать ей учебу в Америке. Мария этому эксцентричному бизнесмену явно очень понравилась. В материалах специальной комиссии Сената можно найти имейл бойфренда Марии Эриксона, который рассказывает, что Бирн предлагал ей миллион долларов за то, чтобы та родила ему ребенка. Он сам публично рассказал о своих отношениях с Бутиной и из-за репутационного ущерба покинул пост главы собственной компании, а потом сдал саму Марию ФБР, после чего ее и арестовали. Сама Бутина рассказала в интервью, что Бирн был не только информатором ФБР, но еще и пытался ее отравить с целью провести допрос, пока она находится под какими-то веществами. Наше общение он вел не совсем правильными методами, включая, например, попытку отравления. Он утверждает, опять же, естественно, ФБР это отрицает. Значит, он утверждает, что ФБР дало ему зеленый свет на допрос меня в состоянии, значит, отравления. И если вам кажется, что сюжет уже не может повернуться еще более удивительным образом, может. Открываем декларацию Марии, которую она подала перед этими выборами. Видим там, что она задекларировала умопомрачительный доход за прошлый год. 65 миллионов рублей. Источники НТВ, ее работа на Russia Today, здесь она зарабатывает гораздо меньше, около 2 миллионов. Несколько банков, это, очевидно, просто проценты по вкладам. И Патрик Бирн, тот самый информатор ФБР, который, по словам Бутина, и пытался ее отравить. Тот человек, который сдал Марию ФБР, прямо сейчас продолжает содержать Бутина. Американский гражданин заваливает деньгами, десятками миллионов рублей, кандидата в Государственную Думу. А иностранный агент, все еще ты. Если у кого-то остались вопросы или вера в то, что это просто так вышло, что лучшая подружка сенатора отправилась жить в Америку и просто по простоте душевной начала бегать за семьей Дональда Трампа, налаживать связи и влюбляться в пожилых богатых американцев, давайте она сама вам все объяснит. Это все-таки были романтические отношения или вы здесь все-таки руководствовались интересами Родины? Это неразрывно связанный вопрос. В смысле? Ну, неразрывно связанный вопрос. То есть это романтические отношения и интересы Родины? А что превалировало? Жизненно сложная штука, да? Ну, это сложно сказать, что превалирует. У меня всегда Родина превалирует. А, Родина? Конечно. Вот это преданность Родине, вот это самоотдача. В общем, Марию за все эти налаживания связей посадили в Америке на 18 месяцев. Потому что все свое время в Штатах она аккуратно и дотошно посылала отчеты своему куратору Торшину. Выбегала в туалет во время конференции, чтобы позвонить ему. А он носил эти отчеты в МИД, давал ей новые задания и новые инструкции. И она опять посылала отчеты. Но для американской стороны она притворялась обычной международной студенткой. Истинную цель своего проживания в США она скрывала. Я очень хотела учиться в Соединенных Штатах, потому что я знаю, что иностранное образование, особенно в Штатах, оно очень качественно. А дальше была американская тюрьма. Просто подарок для российской пропаганды и вечный хлеб для самой Бутины. Господи, ну как же она там и страдалась. В интернете можно найти часы интервью, где Бутина рассказывает про ужасы, пытки, издевательства, немыслимые вещи, которые в российской колонии никогда бы не произошли. Ночью каждые 15 минут врубают свет и тебя спрашивают, а я окей? С тобой все в порядке? До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить. На голые ноги на тебя надевают кандалы и, естественно, они протирают просто вот щиколотки. Вот здесь 550 очень некачественных страниц о ее муках. Муках на курсах вязания, на еще куче курсов. Муках во время встреч с православным священником, который к ней постоянно приходил. Муки в спортивного зала два раза в неделю. Возможности принимать душ и регулярно пользоваться телефоном. Мне ночью только давали свободное время, час или два, когда можно выйти, позвонить по телефону и принять душ. Когда Мария вернулась в Россию, ее жизнь сильно наладилась. Еще год назад она умоляла, умоляла прислать ей денег, кто сколько может. У нее не было ни копейки. Поэтому, если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, любая сумма играет большую роль. А в декабре 2020 года она уже купила себе без ипотеки небольшую квартирку в самом центре Москвы. Прямо напротив МИДа. Судя по старым объявлениям, стоила такая в районе 13-14 миллионов рублей. Бутина устроилась работать в пропагандистскую помойку Russia Today. Села на содержание к своему бывшему, то ли возлюбленному, то ли отравителю Патрику Бирну. Ну а дальше вы знаете знаменитая поездка в Покров и дверь в большую политику. Кировскую область, которую ей отдали на растерзание. Бутина фактически не ведет компанию. Ездит просто по области, фотографируется и пишет какие-то заметки про регион, к которому ни малейшего отношения не имеет. Я посмотрела несколько ее свежих интервью. И нигде она не рассказывает про свои политические взгляды. Она вообще не упоминает, что идет в Госдуму. Везде только про то, как ужасно в Америке и традиционные тюремные байки. Не было питьевой воды, зато были тараканы. И нары были железными, без подушек и одеял. И чтобы просто вниз, если кого-то тошнит, стекали рвотные массы. В тюрьме была утечка газа. И это случалось трижды. Всех заперли по камерам. Всех персонал, я имею в виду, естественно, эвакуировали. И нас оставили умирать на полу. Она не просит людей за себя голосовать. Она не рассказывает о своих взглядах и не пытается понравиться. Ей не надо никому нравиться. Ее место в Госдуме уже обеспечили. Путин и Единая Россия решили, что это женщина, которая за всю свою жизнь прославилась лишь тем, что по указке сумасшедшего сенатора смогла очаровать богатых и влиятельных американских дядь, годящихся ей в отцы. Уговорить их знакомить ее с нужными людьми и содержать ее. Уверена, что ее работа в Госдуме будет мало по духу отличаться от этого. Но есть и хорошие новости. Даже учитывая, что мерзавке Бутиной место в Госдуме уже обеспечено, есть способ Единой России все же отомстить. Дорогие зрители из Кировской области, вы нам сейчас очень нужны. Помогайте. Смотрите. Кировская область разделена на два избирательных округа. Кировский и Кирово-Чепецкий. Это значит, что в Госдуму, не по спискам, от вас поедет два человека. И там, и там Единоросса можно победить. И не просто какого-то Единоросса, а ого-го какого Единоросса. Прямо удовольствие получить. От этого округа в Госдуму идет действующий депутат Олег Валенчук. Про Олега Валенчука можно много всего рассказать. Он депутат Госдумы уже 14 лет и не расстается со своим мандатом. А еще он певец. А еще Валенчук известен как местный олигарх. Еще в начале нулевых он даже удостоился публикации в американской деловой газете Wall Street Journal. В статье рассказывалось, как Валенчук в льхе 90-е вместе со своими товарищами по комсомолу, пользуясь связями во власти, прибрал к рукам государственную собственность. И на этой основе построил себе империю. Стоп, скажете вы. Как так, олигарх? Мы же слышали, что депутатам нельзя заниматься бизнесом. Если открыть декларацию Валенчука, мы увидим там только квартиру 74 квадратных метра, скромный садовый участок, доход в 5 с лишним миллионов рублей. И это стандартный доход для депутата. У него даже автомобиля своего нету. Совсем не похож на олигарха. А теперь присмотримся внимательнее. Чего в декларации не хватает? Вернее, кого? Супруги, конечно. Хотя она у него, естественно, есть. Они вместе живут, летают отдыхать и растят совместных детей. Тайную жену единоросса зовут Татьяна Петровна Микрюкова. И на нее записаны основные бизнес-активы. Вот, к примеру, она совместно со старым другом Валенчука владеет пятиэтажным зданием на улице Чапаева в Кирове. Здесь располагается торговый центр. Ей принадлежит четырехзвездочная гостиница «Центральная», ресторан и много чего еще. А еще Валенчук – медиамагнат. Его жене принадлежит доля в Кировской газете «Новый вариант». Это СМИ получает госконтракты от Гордумы, мэрии, правительства и Зак Собрания региона. За что же им платят? За подготовку и публикацию информационных материалов антикоррупционной направленности. Но главное его достижение, которым я не могу не поделиться с вами, другое. Олег Валенчук – это папа самого красивого депутата. Пару лет назад этот молодой человек, сын Валенчука и тоже депутат, прославился благодаря мему про бровки и ноготочки. Даже судился по тому, что опорочили его честное имя. Ну как можно его опорочить? Скрываясь от лишнего внимания, Валенчук-младший ездит на автомобиле с тонированными стеклами. За это его штрафовали. Депутата городской думы Павла Валенчука дорожные инспекторы записали в нарушителей. Им сегодня в рамках очередного рейда среди прочих затонированных автомобилей инспекторы ГИБДД остановили машину народного избранника. В кадр местной телекомпании попали номера машины самого красивого депутата. Только вот в декларации ее нету. Видимо, по примеру отца предпочитает записывать на других людей. Правда, не на жену, а на своего помощника Якова Орлова. Судя по фотографиям, претендующего на звание самого красивого помощника депутата. Ну а дочь Олега Валенчука пока никуда не избирается. Поэтому 21-летняя Полина с чистой совестью купила этой весной себе Porsche Cayenne. Победить папу самого красивого депутата проще, чем кажется. На прошлых выборах он набрал всего 40%. То есть, если все те же самые люди просто проголосуют не в разброс, как в 2016 году, а за одного соперника Валенчука. Все, прощай, Валенчук. И с помощью умного голосования мы его должны прогнать. И второго кировского депутата тоже должны прогнать. Его зовут Рахим Азимов. Он в Госдуме промолчал уже целый созыв, не выступил ни разу. И теперь хочет помолчать еще один срок. У Азимова есть дом на Рублевке 1500 метров и квартира 150 метров на Кутузовском проспекте. Его дети еще не депутаты, но потенциал явно есть. И фотки на Роллс-Ройсе, и Дубай, и Моргенштерн, выступающие на их дне рождения. А еще Азимов очень любит «Единую Россию» и Путина. Победа на выборах во многом, конечно же, это заслуга моих коллег по «Единой России». Был его доверенным лицом и даже зачем-то попросил Путина оставить автограф в своем паспорте. Я, может быть, единственный человек, у которого российский паспорт с автографом Владимира Владимировича Путина. Не хотите, чтобы эти люди стали депутатами? В Кировской области, несмотря на фальсификации, дела у «Единой России» настолько плохи, что их реально можно остановить. Для этого понадобится умное голосование. За несколько дней до выборов на сайте и в приложении можно будет найти фамилию кандидата, у которого есть шанс выиграть и у Валенчука, и у Азимова. И по Кировской области, и по всей стране будут точно такие же рекомендации. Воспользуйтесь ими. Приложение можно прямо сейчас скачать в Apple Store и Google Play. Оно называется «Навальный». Кандидаты умного голосования там ищутся очень просто. Просто забивайте свой город и улицу в строке и получайте лучшего соперника «Единоросса». И обязательно, обязательно пошлите это видео всем, кого вы знаете из Кировской области. Я уверена, им будет очень интересно узнать, кто же их будет представлять в Госдуме. И еще более интересно попробовать выгнать этих бездельников куда подальше. Подписывайтесь на этот канал. Свободу Алексею Навальному.